Записка, которую я получил 15 ноября. Называется так. Может быть для вас это будет интересно. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Спасибо огромное за ваши труды и исследования. Они помогают жить, ведь когда есть смысл, то шагаешь по жизни легко и светло с улыбкой на устах. Я понимаю, что вам особо некогда разбираться в наших проблемах, тем более, что направление в книгах и дисках вы уже даёте. Но понимаете, недавно у меня обнаружили огромный камень в почке. При дальнейшем обследовании я выяснил, что почка развернута и развивалась аномально. Меня направили в краевую больницу посмотреть на мои рентгеновские снимки. И тогда сбежались все урологи. Сказали, что операцию по удалению камней и коррекции почки будут делать либо главный уролог края, либо в Москве. Я понимаю, что дело, скорее всего, о моей привязанности или гордыне. Чувствуете уже? Наш человек. Операцию собираются смотреть многие урологи. Хотят ещё студентам мои снимки показывать. И на операцию соберутся смотреть многие урологи. В противном случае говорят, что почка может загнить. Если многое преодолело в своём характере, мне так стало хорошо на душе, особенно, когда нет обид и злости. Если у вас будет минутка, помогите, пожалуйста, небольшим советом. Вот такая ситуация. Полтора месяца назад я получил это письмо. Мне оно было интересно. Ну, во-первых, хочется же врачам сделать какую-то... Чтобы они не сбегали смотреть на показательные, так сказать, операции. Чтобы не считали, что слишком уж они непререкаемы. Потом я говорил о том, что как-то в Израиле я ходил к кисновидящей. Я говорю, у меня проблемы с почками. И она говорит, ты не сможешь это преодолеть. Вот там какие-то чёрные зёрнышки. Вот жуй и глотай, тебе будет легче. Победить свою проблему ты не сможешь. А в сарай твоей женщины на кофе гадала, я говорил. Она говорит, я вижу тебя на вершине горы со знамением в руках. Ты преодолеешь эту проблему. Я тоже про почки спросил. Наши-то круче. Так вот, почки у меня прошли. Но! Видите, я всегда говорил, что почки – это гордыня, правильно? Я это чётко видел. Когда гордыня повышена... Потом я смотрю ревность. И только потом я понял, в чём дело. Парные органы – это ревность и гордыня. То есть это привязанность. Поэтому я вижу, вот когда щитовидка, парный орган, бабочка. Я в щитовидке сначала видел ревность. Ревнивый человек, всё, щитовидка, раковая опухоль, возможно, узлы вырезают. Потом я смотрю, щитовидка – контрольная ситуация. Мне люди возмущённо писали, вы, как говорится, определитесь, это ревность или гордыня. А я что могу? Я вижу, там ревность прёт, а здесь гордыня. Ничего не мог понимать, но так и оставил. А потом я понял, попеременно прёт то ревность, то гордыня, потому что когда душа зацеплена, то она выдаёт, так сказать, левый и правый крем. То есть ревность и гордыня идут постоянно, но что-то одно вылезает вперёд, выходит на первый план, и я его вижу лучше. Так вот, что получается? Когда проблема щитовидка – это привязанность. Так вот, самый сильный орган, которым по восточной медицине, главная энергетика организма – это почки. Так вот, когда идёт мощная привязанность, начинают страдать именно почки. На первое место в мире по сердечно-сосудистые заболевания. Откуда это идёт? Проблемы с сосудами – это переедание, малодвижение и плохо работающие почки. Кровь засоряется, отложения начинают валиться в сосуды. Когда почки плохо работают? Когда повышенная привязанность к миру. У меня почки прошли, но привязанность-то осталась. И я это понимаю. Да, я преодолел серьёзную проблему, но корни ещё, они там сидят. Мне стало интересно ещё этой даме позвонить. Почему? Потому что, когда помогаешь другому, помогаешь себе. Это главный, так сказать, мой принцип. С одной стороны, у меня очень большая опасность, потому что на приёме каждый на меня сбрасывает. Я практически сейчас приём прекратил, потому что этот сброс, он уже усиливается что? Именно привязанность. Почему срок сцелителей в среднем, вот по телевизору недавно говорили, 10 лет. Почему уцелителей очень много диабет, шизофрения и прочее? Потому что берут на себя. Сбрасывается всё это. Особенно, если человек думает не о том, чтобы к Богу прийти, а чисто болезнь преодолеть по схеме «убери внешнюю проблему», то здесь, конечно, беда. Всё это накапливается, а потом идёт взрыв. Так вот, думаю, позвоню этой даме, мог быть, и сам что-то пойму в своей проблеме. Кстати, у неё проблемы ещё с деторождением. Это тоже тема привязана. Значит, что я увидел? Элементарная схема. Сохранение любви при унижении тела – плюс 120. Сохранение любви при унижении духа – плюс 110. Прекрасно. Сохранение любви при унижении души – четырёхкратное пожелание смерти себе. То есть, что получается? Боль души непереносима. В каком аспекте? В первую очередь, в аспекте отношений. То есть, не столько гордыня идёт. Что такое чистка души на гордыню? Это любимый человек на деньги, так сказать, опустил, как сейчас любят выражаться, или предал, или несправедливо отнестились, или, так сказать, любимый человек умер. А вот когда любимый человек изменил, оскорбил, ну и так далее, и так далее, вот тогда идёт чистка по уровню не гордыни, а по уровню ревности. У неё именно тема ревности. Но у женщин, у мужчин больше тема гордыни идёт, у женщин ревности, это понятно. И у неё там шла очень мощная агрессия к мужчинам и нежелание жить. И я ей объяснил, пока для вас боль души непереносима. Попробуйте задним числом принять ситуацию. Потом я ей позвонил, через где-то неделю просто посмотреть, что у неё получилось. У неё любопытно получилось. У неё была смерть потомков из-за программы самоуничтожения, непереносимости душевной боли. А потом я смотрю, перенос, так сказать, не на будущее, а на прошлое. То есть будущее начинает, она меняется, будущее начинает чиститься, но прошлое ещё держит. Это очень любопытная картина. Я говорю, что у вас получается? У вас в семь прошлых жизней шло нежелание жить, когда лечили душу, когда была боль души, предательство и так далее. Она говорит, послушайте, в прошлый раз было четыре раза программа, сейчас семикратная программа. Я говорю, вы не смотрите сколько, четырёх, семи, но послойно, у нас слои идут. Один слой вышел, я вижу, потом другой. Поэтому главное не считать послойно, сколько у вас, а главное привести душу в порядок. И вот когда чувство любви становится непрерывным, тогда идёт через вас божественная энергия и очистится всё. И вот в таком плане мы поговорили, она говорит, у меня будет диагностика, и она будет 27-го числа. Значит, вот я ей позвонил 27-го, говорю, пришлите, так сказать, ваше письмо, где опишите, что произошло. Значит, вот она рассказывает. Ну так, я всегда был здоровым ребёнком, но в декабре 2007-го на меня посыпались болезни, как из рога изобилия. Воспаление лёгких, стало болеть сердце, высокое давление, проблемы с желудком, печенью, яичниками. Интуитивно почувствовав, что надо что-то менять в мировоззрении, вспомнила про книги Сергея Николаевича. У мамы есть 4 первых ДК. Ура! Начался мой путь к любви и к Богу. Чувства постепенно менялись, проблемы уходили. В сентябре 2012-го года нашла работу по душе. То есть, 4 книжки прочитала, ура, всё нормально. 4 таблетки зелёненькие. Какие проблемы? Стало полегче, полетело. Дальше. При прохождении медкомиссии у меня нашли 3 камня в левой почке. 2,5, 2,1 и 0,9 сантиметра. Это получается где-то вот один, один, но большой. Сделали рентген. Оказалось, у меня врождённая аномалия левой почки. Что такое врождённая аномалия левой почки? Это блокировка привязанности. Значит, безумно привязанная и если начнётся чистка души, жить не захочет. Это ударит по почкам. Поэтому, чтобы почки выдержали эту программу самоуничтожения, идёт деформация почки. То есть, может быть, воспаление, нарушение функции, а может быть, опухоль, а может быть, деформация органа. Вот здесь, когда очень сильно идёт программа самоуничтожения, то тогда, так сказать, бывают и грыжи, и деформации органов, и там добавочная почка. Ну, вы всё это знаете. Так вот, если эти камни удалят, что будет дальше? Чистка души начнётся, дальше программа самоуничтожения, дальше камней нет, камни не будут держать программу самоуничтожения, подвёрнутая почка это маловато, значит, что? Рак почки. Всё, вместо камней появится онкология. В среднем. Вот так и болезни происходят. Меня направили в краевую больницу, там на снимке пришли смотреть все урологи. Захотели сфотографировать снимки, чтобы показывать студентам и обязательно присутствовать на моей операции. Ох уж эти урологи, понимаете, вот налетели, как мухи, представляете, такую показательную операцию. Москва, а я сидела и слушала, было такое отстроение, как будто это было не со мной. В этот же день я написала Сергею Николаевичу, ну, я попросил просто в общем, я просила совета о моей ситуации. К моему изумлению мне ответили, значит, уровень потребительства не так высок. Ну, человек правильно рассуждает. Моя картина. Боль души непереносима. Дети и внуки загружены. Причина в четырех прошлых жизнях шло обожествление любимого человека. Если бы были дети, то прошло бы тринадцатикратное уныние. Ну, это, то есть, если дают детей, очистка должна быть. Очистку она не переносит. Значит, что должно быть? Подстраховка, чтобы она хоть как-то с искривленной почки с камнями на эту чистку прошла. А теперь смотрите в аспекте нынешней цивилизации. Чтобы дети родились после 2016-го, нужна очистка. Очистку никто не проходит. Значит, что нужно? Деформация. Болезни, войны, катаклизмы и так далее, и так далее. Или никаких болезней. Бог любит, кого Бог любит, того Он наказывает. Вот Россию Бог, наверное, очень сильно любит. А меньше всего Бог любит Америку. Потому что там вообще проблем нет. Америка, вместо того, чтобы страдать в мировых войнах, она на них наживалась. Страдала Европа и Россия. Америка всегда наживалась. Поэтому Америка везде старается сделать войну, потому что для нее это будет огромная прибыль. Вот принцип умирания божественной логики. Это Соединенные Штаты Америки. Сказал, что нужно убеждать свою душу и душу потомков, что Бога надо любить сильнее. А я слушал в трубке телефона такой знакомый по семинарам голос, и моя голова была полностью отключена. Слушала только чувствами. Вот это очень важно. Я, кстати, к какому выводу, я даже сейчас наговорил, у меня была любопытная ситуация, в санатории был, и там птички поют, и голос «Расслабьтесь, у вас все пройдет, вы владеете ситуацией, контролем». Я расслабился, все. Заснул, потом так себя посмотрел, думаю, ужас, пошла программа самоуничтожения там 7-8 раз. Причина – мощнейшая концентрация на благополучной судьбе. Думаю, это же психолог там считает, что он там нас вылечит. Он дает концентрацию на благополучную, у вас все будет хорошо, у вас все болезни пройдут. Я думаю, я так посмотрел вокруг, а все мужички дрыхнут, храпящие, счастливые. Я думаю, он же их больными сделал за, так сказать, этот 40-минутный сеанс. Это называется вот агенная тренировка. Я думаю, катастрофа. Думаю, ну, врачи. Я подумал, а почему бы мне не наговорить, но то, что, так сказать, способствует. Я диск записал, назвал его «Выздоровление». Посмотрим, пока по энергетике претензий нет. То есть я сейчас понял, что просто даже говорить нужно какие-то моменты, где помимо сознания человек эмоционально быстрее себя приведет в порядок. Ну, я его записал неделю назад, ну, будет со временем. Ну, если очень хотите, завтра там, но он сырой еще. Но только для вас. Хорошо. Ну вот, что дальше? Через неделю снова позвонил Сергей Николаевич. Он сказал, что с внуками полегче, но присутствует восьмикратная программа уничтожения детей. Что такое восьмикратная программа уничтожения детей? Это у женщины уныние. Уныние женщины убивает потомство, а уныние у мужчины убивает его. Поскольку женщины сейчас стали все страстные, привязанные, что это означает? Что любую чистку женщина будет как принимать? На фоне сильнейшего уныния. Значит, закладывается фундамент бесплодия на ближайшие годы. Пока все укладывается в схему. После этого звонка у меня появилось чувство полной бессмысленности всего и всех. тема все та же привязанность. Знаете, почему появилось? Знаете, как анекдот про врача? Когда врач приходит, его вызвали, он опоздал, часа на два-три приходит. Ну, как больной? Как самочувствие? Вы знаете, помер. Да, перед смертью потел-то хоть? Потел. Очень хорошо. Так это к чему? К тому, что ощущение полной бессмысленности это очень хорошо. Знаете, почему? Потому, что когда у человека после общения или чтения книг возникает ощущение полной потери смысла жизни и бессмысленности, это означает, что рухнули ваши близкие цели. Тактические, а стратегические еще не заработали. У вас должна быть одна цель, главная, любовь к Богу и единение с Ним. Тогда, когда будут рушиться тактические цели, у вас будет вспышка любви к Богу. А когда это не наработано и идет обрушение тактических целей, тогда у вас депрессия, уныние, потеря смысла жизни. У нее это именно произошло, потому что у нее единение с Творцом еще не наработано. Любовь держать не может постоянно. Но я по-прежнему радовалась. А, потом снова, нет, подождите, да, тема все та же привязывалась. После этого звонка появилось чувство полной бессмысленности всего и всех. А я снова радовался и говорила, ух ты какая, ничего, мы справимся. Ну, это правильно, вот отношения, потом снова позвонил Сергей Николаевич и сказал, что идет уже четырех-пятикратная программа. Но в ответ моя душа выдает агрессию к мужчинам. Очень хорошая здесь ситуация, причем, потому что человек последовательный. Сначала человек забывает о Боге, потом он привязывается, потом он выдает агрессию к другим, потом он выдает агрессию к себе, потом он умирает. У нее что? У нее пошла смерть, она начинает понимать, отползает назад в тему программы самоуничтожения. Преодолевает программу самоуничтожения, выходит на агрессию к мужчинам. Преодолеет агрессию к мужчинам, что пойдет? Привязанность. Преодолеет привязанность, ощутит любовь, все нормально, здорово. Что здесь? У меня появилось такое раздружение к мужчинам, хоть вой, но я по-прежнему радовалась, а что мне еще оставалось делать? И вот настал момент, когда я перестала испытывать агрессию, когда муж кричал на меня, когда пьяный хам попадался в автобусе. Мне стало уже очень хорошо и уже не важно, что даст исследование. Вот это уже называется выздоровление. И вот спустя месяц у меня в почке остался один камень размером 1,6 см и несколько мелких от 2 до 8 мм. Но почка, а я ее спрашиваю, а что врачи говорят? А что врачи? Врачи в шоке. Я помню, как я был у врача где-то полгода назад на обследовании. Он говорит, так, у вас 0,2 мм камень в левой почке. Я говорю, да, был сантиметр вообще. Он говорит, чем лечили? Я говорю, ничем. Это невозможно. Я говорю, ну как? Нет, не говорите мне, не говорите, это невозможно. Вот я думаю, бедные врачи. Если один, представляете, три камня такое хорошее перепелиное яйцо и вдруг остался один. Но мне повезло, сейчас Новый год и выходные. Хотя даже если меня и будут оперировать, то это уже не важно. Я говорю, вы знаете, а что, если у вас за две недели рассосалось две трети, мог бы идти спешить с операцией? Подумайте. Но это уже, дальше ее проблема, я не имею права советовать. Важно то чувство, которое появилось и живет во мне. Вот выздоровление. Чувство любви Творцу. В последнее время я стала чувствовать будущих детишек. Хочу сказать, как мне удалось это пережить. Первое. Я отключила голову, обнажила душу. Второе. Молилась чувствами без слов совсем. Третье. Испытывала благодарность Творцу за все абсолютно. Четвертое. Любимая фраза на все воля Божия. И в конце большое спасибо. Так дело пойдет, я не нужен буду. То есть, вот как раз это и есть моя цель. То есть, что получается? Получается, что когда она в принципе уже понимала систему приоритетов. Нужно было только понять одно, что то, как мы себя снаружи воспринимаем, это одно, а внутри мы другие. Поэтому привел себя в порядок, помоги товарищу, то есть, помоги детям и внукам. То есть, пройди свою жизнь заново, пройди любую ситуацию перед ряской тела и духа и души и сохрани любовь. То есть, любая боль души должна дать толчок к Богу. Боль души должна давать вспышку любви, защиты. Мы должны обращаться к Богу за спасением, то есть, за любовью. Не за физическим спасением, не за улучшением судьбы, а за любовью. Только в этом плане мы имеем просить, все благополучие по судьбе мы сами должны создавать, физическое здоровье мы сами создаем, чувством любви в душе. Поэтому мы должны открыться в божественной воле, открыться в возможности, так сказать, любви, которая к нам придет. Но для этого мы должны уподобиться любви. И обратите внимание, 9 заповедей блаженства, это что такое? Это описание человека любящего. Это описание человека, который открылся и готовь получить любовь в душе, которая придет. Вот через это идет воскресенье. Так вот, вот это ощущение, когда мы отставляем все, сознание, проблемы, сожаления, болезни и прочее, а нам главное удержать любовь, вот оно и, соответственно, меняет все остальное. Вот у этой женщины все это получилось. То есть, я просто какие-то нюансы объяснил. Объяснил о том, что сначала идет просто спасение от смерти, потом нужно преодолеть уныние, потом агрессию, сначала депрессия, потом агрессия. Но как преодолеться? Через любовь, через принятие Божественной воли, через отключение сознания. Чтобы душа ожила, что нужно отключить? Сознание, блаженное нищее духом. То есть, в принципе, она все это поняла и начала справляться сама.